Привет всем фанатам Диверсантам, с вами Тугерус. Сегодня я стану гостем данного канала. Мне всегда было интересно, существуют ли в реальном мире памятники культуры из нашей любимой игры The Sabater. Я очень заинтересовался этим вопросом и вот что мне удалось найти. Давайте рассмотрим самую популярную и всеми любимую локацию в The Sabater. Улица и двор Бель-де-Ньюи, что в переводе с французского языка означает «красота ночи». Давайте вспомним эту локацию в игре. Ну, нам сразу приходит мельница, большой слон во дворе, а также хорошо украшенный вход в данное кабаре. На самом деле, прототипом Бель стала кабаре Мурин-Руш, что в переводе французского «красная мельница». Как видите, мельница находится прямо над кабаре. В игре же мельница находится через дару. Вообще, у кабаре Мурин-Руш довольно интересная история. Построено оно в 1889 году и является одной из допомещательностей французской столицы и по сей день. Чтобы привлечь внимание к заведению, организаторы разбили сад и поставили огромного слона. Название кабаре получило «Первый женский дворец». И путь к успеху был недолгим. В 1893 году одна из танцовщиц сильно разошлась и полностью разделась на сцене Мурин-Руш. Таким образом, именно в этом заведении был впервые в истории исполнен стриптиз. Позже танцовщица не смогла объяснить, зачем это сделала и была штрафована полицией на 100 франков. Не могло кабаре не оставить свой след и в киноискусстве. Целых шесть фильмов носят то же название, что и кабаре. Мурин-Руш является одним из крупнейших покупателей шампанского в мире. Около 240 тысяч бутылок в год. В нынешнем веке кабаре посещают ежегодно до 500 тысяч человек. Средняя цена входного билета колеблется от 80 до 500 евро. Во время немецко-фашистской оккупации заведение закрылось. Немцы предпринимали несколько попыток использовать Мурин-Руш для увезти летний офицеров и солдат вермахта. Однако все они успешно и, что удивительно, безнаказанно саботировались. А вы же ведь тоже ожидали услышать что-то вроде «Кабаре было открыто, постоянно извлекало немецких солдат, а в небольшой колдовой комнате, позади примерочной, жил некий Рюрандец, который постоянно пьет виски и ненавидит нацистов». Да, я тоже хотел услышать эти слова, но, к сожалению, история такова. Мы продолжим выпускать видео по данной тематике, а с вас просто лайк и подписка. Смотрите также видео по интересности Музыз-соботеров, которые являются некой компиляцией последних новостей коммунити Дивилсанта. На этой ноте я со всеми прощаюсь, всем спасибо за просмотр, до следующих видео, всем удачи!